Эта история – один из таких часто повторяющихся сюжетов, которые описывают необычное поведение наших домашних питомцев. Этот очень похожий на настоящую сказку случай произошел в Хорватии. Мужчина по имени Горан взял из приюта большую красивую собаку по имени Майкл. Это был роскошный белый пес, у которого была нелегкая судьба. Хозяева отказались от крупной собаки, которая доставляла им много хлопот, Майкл линял, постоянно что-то грыз, много ел. Словом, его предыдущие хозяева просто не рассчитали свои силы, не смогли преодолеть сложности и потянуть затраты, связанные с содержанием собаки. Если от пса отказались хозяева, это сильно его травмирует, влияет на поведение в дальнейшем. Животное становится тревожным, боится оставаться дома без людей. Кроме того, таким псам сложно найти новых хозяев, ведь на них как бы стоит клеймо отказников, но Майклу очень повезло. Горан пришел в приют за новым домашним питомцем, когда увидел большого грустного пса, просто не мог оторвать от него глаз. Мужчина сразу понял, что нашел свою собаку, его не остановило, что от Майкла отказались предыдущие хозяева. Мужчина понимал, что брать животное домой – большая ответственность, к которой нужно быть готовым. Он не так давно потерял Грейс, свою любимую собаку породы Корги. После того, как боль утраты немного утихла, мужчина решил, что в его доме снова должен быть слышен лай. Так он и оказался в приюте, Горан хотел найти собаку, которой нужна была помощь. И мужчина понимал, что животные из приюта требуют чуть больше любви, ведь им через многое пришлось пройти в своей жизни. Горан забрал Майкла домой, чтобы дарить ему свое внимание и заботу. Собака была безумно рада снова оказаться в тепле и уюте. Сначала пес вел себя немного настороженно, но это быстро прошло, вкусная еда, игры, прогулки сделали свое дело. Вот только Горан стал замечать, что Майкл ведет себя как-то странно. Собака была немного вялой, через пару дней стало плохо есть. Хозяин сильно забеспокоился, ведь такое поведение нельзя назвать нормальным для пса. Горан не понимал, что происходит с Майклом. Ответ был получен совершенно случайно, когда мужчина просматривал записи со своей домашней видеокамеры. Горан обнаружил, что собака, которая живет у него уже три дня, еще ни разу не спала, мужчина был просто в шоке. По записям видеокамеры он обнаружил, что каждую ночь Майкл приходит к кровати Горана, после чего просто постоянно смотрит на него. Это продолжалось три ночи подряд, мужчина находился в недоумении, он просто не понимал, что происходит. Собака вела себя странно, при этом она начала худеть, была слабой и вялой. Это становилось настоящей проблемой, пес просто не спал, а значит не мог нормально жить. Горан отвез собаку к ветеринару, который не нашел у животного никаких проблем со здоровьем, дело было явно в психике. Тогда мужчина решил вернуться в приют, где взял Майкла, там он выяснил, что происходит с его псом. Оказалось, что Майкла отдали в приют, пока собака спала. Животное так доверяло своим хозяевам, что не подозревало ничего плохого. Когда пес проснулся, то понял, что его людей нет рядом. Это стало для него таким шоком, что Майкл так и не смог от него отойти. Похоже, собака решила, что теперь просто не должна спать, чтобы опять не оказаться в приюте. Горан решил помочь своему новому другу избавиться от страшной травмы, которую ему нанесли бывшие хозяева. Мужчина положил лежанку пса рядом со своей кроватью, чтобы Майкл всегда был рядом с ним, даже ночью. И это действительно помогло, пес начал спать по ночам, хотя иногда просыпался, чтобы убедиться, что хозяин на месте. Собаки очень преданы людям, жаль, что мы не всегда это ценим. Но прекрасно, что есть не только те, кто разбивает сердца братьям нашим меньшим, но и те, кто помогает заново их склеить. Спасибо, дорогой друг, что дочитал эту трогательную историю до конца. Буду тебе благодарен, если ты поддержишь меня лайком и подпиской. Спасибо.